Приветствую вас, мои маленькие любители гитаризма на своем канале. Сегодня мы поговорим о перемещении вдоль грифа в целом и о пентатонике в частности. Поэтому жмите лайк, подписывайтесь на канал, если подписки еще нет, и поехали разбираться. Итак, начнем мы, пожалуй, с матчастью. Вот я думаю, для многих будет открытием, кто-то знает, но тем не менее расскажу об этом немного. Гитарное мышление от фортепианов отличается таким вот поперечным, что ли, подходом к вопросу. Вот, смотрите, у меня есть MIDI-клавиатура, и ноты здесь расположены вдоль клавиатуры, то есть они вот подряд. Если это применительно к гитаре сделать, то нота у нас расположена также вдоль струны. Но в силу, опять же, определенной специфики инструмента, гаммы учатся вертикально, и большая часть фишек на гитаре строится также по вертикали. Ну, то есть, как правило, первый бокс пентатоники у нас будет строиться. Ну, точнее, не как правило, всегда будет он выглядеть вот так. Если мы учим гамму, то это движение практически вертикальное. С небольшим смещением, ну, буквально на один лад в сторону, и то больше за счет того, что тут у нас не квартал терца, и аппликатура расползает, она становится не вертикальной, а чуть-чуть по диагонали смещается. Вот, я думаю, очевидно, что все, как правило, разлучается и видится именно по вертикали, и это зачастую препятствует именно развитию мышления вдоль струны, вдоль грифа. Отчасти этот вопрос у меня уже на канале затрагивался, там мы говорили по поводу диагонального перемещения. Я еще раз напомню, вот, смотрите, есть первый бокс пентатоники, и, соответственно, маленькие фрагментики, которые из октавы в октаву повторяются, смещаясь по диагонали. То есть мы двигаемся и по вертикали, и вдоль грифа. Получается вот такие вот фрагменты. Получается полная симметрия по ступеням, то есть у нас седьмая ступень, первая, третья, четвертая, то же самое седьмая, первая, третья, четвертая, седьмая, первая, третья, четвертая. Это очень важно для построения мелодий и для смысленной фразировки. Но помимо движения по диагонали можно поступить еще проще и двигаться прямо вдоль струн. Для этого я вам предлагаю просто посмотреть на пять боксов пентатоники, забыв про существование всех струн, кроме первой и второй. И получается интересная такая штука. Вот смотрите, у нас первая, вторая струна, первый бокс. Левее будет у нас пятый бокс. Дальше сюда смещаемся второй, третий, ну и четвертый. Если не брать в расчет третий и четвертый боксы, то у нас полностью симметричная конструкция получается. То есть вот. А поскольку гитаристы народ ленивый, то вот такие симметричные формы, это как раз самое то для построения всяких фраз. Используя какое-то однотипное движение, между ними можно довольно легко перемещаться. Для начала давайте соединим по одной ноте. Дальше это можно развить в какую-то фразу а-ля The Quailt. Такой традиционный роковый вариант перемещения. Дальше можно построить что-то более интересное. Я лично люблю, например, еще такой вариант перемещения с услайдами. Там у нас получаются интервалы, то есть для некоторых фраз это очень круто тоже работает. Аналогично можно добавить третью, четвертую струну. Там вся история вот эта сохраняется, только со смещением на три лада. Мы же помним, октавки у нас отличаются тремя ладами. Поэтому здесь будет то же самое, но с поправкой на открытые струны. А так вся та же самая симметрия у нас сохраняется. Ну и так же можно соединить, выстроив какую-то фразу, начиная с третьей, четвертой струны и доползая до первой или в обратную сторону, в зависимости от ваших задач. Ну и если уже идти дальше, то можно соединить оба этих варианта движения. То есть движение по диагонали и движение вдоль струны. И получится у нас какое-то там витиеватое перемещение по грифу. Вот, например, начинаем мы с диагональки. И в обратную сторону мы пойдем вдоль первой, второй струны. Дальше у нас симметричная тоже самая фраза на третьей, четвертой струне. И все вместе. В общем, как видите, это практически бесконечное поле для экспериментов, потому что вариантов построения внутри фразы у меня было, по сути, тут 2-3 буквально. А разнообразие это уже внесло дикое количество, поэтому, в общем-то, куда копать, я думаю, вы прекрасно поняли. Пробуйте это все под минус, вставляйте в свои соло, в риффы. Обязательно поддержите канал лайками, подписками, комментариями. И всем до скорой встречи в новых видео. Всем пока. Продолжение следует...